Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим невероятно вкусный и полезный корейский салатик кимчи. Для каждого корейца кимчи это один из главных символов страны. Вы знаете, по последним исследованиям корейских историков ферментованные овощи, ну типа кимчи, были упомянуты еще в первом веке до нашей эры. Но что самое интересное, добавлять красный острый перец, корейцы начали свой кимчи только в 16 веке, благодаря португальским морякам, которые привезли красный острый перец на корейский полуостров. Возможно вы знаете, а возможно нет, в Сеуле даже есть музей, посвященный салат кимчи. Это представлено около 200 различных рецептов. Конечно же, рецептов гораздо больше, чем 200, потому что каждая корейская семья имеет какие-то свои домашние наработки, какие-то изменения и миксы. Ни один корейский исследователь не может точно сказать, сколько кимчи и сколько рецептов на сегодняшний день присутствует в Корее. Только я вам собираюсь вдавать в наших ближайших видео не менее 10 различных кимчи. В будущем, конечно, не сегодня. Все начинается с пекинской капусты. Давайте начнем. Нам нужно ее разделить на 4 части. Вот смотрите, что я делаю. Видите, я вот нашел промежуток между листочками. Разрезаете вот здесь и делим. Так, чтобы сохранить листочки, чтобы они не порвались. Вот так вот. Видите, что мы сделали с вами? Еще раз. Вот так. Я вам не рекомендую резать на 4 части. Ну, конечно, если вы торопитесь, пожалуйста, сделайте. Но, когда мы разделяем его традиционно, так как делают это корейцы, видите, каждый листочек остался. Он не порезанный. Вот так вот. Ах, красотища. Вот так. Нам необходимо капусту помыть. Хотя, в принципе, она чистая, но нам нужно, чтобы она была влажная. Для того, чтобы соль очень хорошо к ней прилипла, когда мы ее будем солить. Холодную воду. И вот прям молчите. Так, чтобы водичка проникла за каждый листочек. Дайте салату полежать буквально 5-10 минут. И после этого мы с вами начнем его солить. Солим каждый листочек. Особое внимание уделяйте вот в этом месте, потому что вот здесь у нас листочки толстые, поэтому нам нужно больше времени и соли для того, чтобы они хорошо просолились. Капусточку мы с вами засолили. Оставляем на 2 часа. Я уже сказал, что этот салат невероятно полезен. Да, действительно, там огромное количество витаминов, минералов. Они очень благоприятно действуют на наш кишечный и желудочный тракт. Считается, что если регулярно кушать этот салат, то он омолаживает и делает нашу кожу мягче и лучше. Но есть один, скажем, момент, очень даже нехороший. Соль. Если вы переборщите с солью, то у вас в будущем могут быть проблемы с суставами от избытка соли. На сегодняшний день в Корее зарегистрировано как и плюс от употребления кимчи, так и минус от того, что многие пересаливают и привыкают, скажем так, к избытку соли. Сердечно-сосудистая система, она будет страдать, повышенное давление и тому подобное. Поэтому, что главное в кимчи? Это состав овощей, специй и важный момент ферментация. Именно ферментация дает тот самый окончательный вкус. Кислинку, вот этот вот, знаете, букет овощей, которые вместе обменялись своими вкусами во время ферментации. Поэтому максимально снижаем количество соли, но даем больше специй, острых специй, чеснока, лука. И благодаря этому мы с вами будем очень долго жить и быть здоровыми. Пошли дальше. Вот смотрите, я все это дело засолил. Каждые полчаса нужно все это дело менять местами. Раз, перевернули, помассировали. Вот так вот. Уже вот даже прошло у меня несколько минут. Видите, уже листочки становятся мягкими. Как только они будут эластичными, это говорит о том, что капуста хорошо просолилась и готова, чтобы ее помыли и начинили нашими прекрасными овощами. У меня прошло полтора часа. Посмотрите, как выглядит наша капуста. Видите, она уже стала мягкая, эластичная. Осталось полчаса. За это время мы с вами начнем готовить маринад и овощи. Сейчас мы с вами сделаем клейстер. Да-да, клейстер. На основе рисовой муки. Нам понадобится 250 миллилитров воды холодной. И столовая ложка рисовой муки. Вы скажете, а где же мы ее возьмем-то? Сделать рисовую муку очень даже просто. Берем обычный рис. Кофемолку. Готово. Давайте просеем. Так, чтобы избежать крупных фрагментов. 250 миллилитров воды. Полный стакан. Столовая ложка рисовой муки. Доводим все это дело до кипения. Кстати, когда вы будете его доводить до кипения, почувствуете запах риса. Этот запах, скажем так, для нас не совсем приятный, потому что все-таки мы не азиаты и не делаем такие соусы постоянно. Вот этот запах, он и даст правильный, вот этот вот вкус аутентичный во время ферментации. Смотрите, что происходит у нас, да? Вот так вот. Сейчас давайте добавим сюда полную столовую ложку тростникового сахара. Доводим до состояния киселя. То есть он у нас с вами должен загустеть. Так, ребятки, ну вот, в принципе, готово. Смотрите, что у нас должно с вами получиться. Я выключаю плиту. Такой густенький получился. Все, это то, что нам нужно. Теперь ставим в прохладное место и охлаждаем до комнатной температуры. Два часа у меня прошло. Капуста просолилась хорошо. Киселек наш остыл. Сейчас продолжим с ним работать. Теперь пришло время очень хорошо помыть капусту. Я набрал очень свежей воды. Дайте капусте полежать в свежей воде минут 10-15, так, чтобы лишняя соль из нее вышла. Следующий момент. Берем головку чеснока в блендер, кусочек имбиря, небольшую луковичку. Делаем пюре. Так, немножко густовато, видите? Добавьте воды. Выливаем наш кисель в большую емкость. Добавляем сюда наше пюре. Добавляем полную столовую ложку, да даже вот полторы. Добавляем папрички сладкой, для того, чтобы у нас получился именно тот самый правильный вкус и, конечно же, цвет. Столовую ложку молотого кориандра. Две столовых ложки рыбный соус. Две столовых ложки соевый соус. Все смешали. О, какой аромат! Обалдеть можно! Вот это у нас с вами получилась смесь для маринада. Смотрим, что с капустой. Как определить, что капуста готова и нужно вытаскивать из воды? Возьмите, просто-напросто укусите в каком-нибудь месте кусочек. Отлично! Все, готово. Если чувствуете, что капуста солоновата, поменяйте воду и еще дайте ей полежать. Давайте подготовим овощи. У нас капуста, как вы видите, небольшая, поэтому и овощей должно быть гармонично, не так много. Берем один перчик капи и режем соломкой. Так тонко, насколько вы можете. Нам понадобится один небольшой редис-дайкон, половина морковки, половина свежего огурца. Ребята, не забывайте мыть овощи. У меня овощи чистые. Я очень тщательно их помыл перед тем, как готовить. Красные луковицы. Ну и зеленый лучок. Вот буквально две веточки. Все это нарезаем. Опять же, делаем жульен. Жульен, это когда мы нарезаем с вами овощи с соломкой. У огурца выбираем сердцевину. Пол чайной ложечки соли, не больше. Я добавляю наш маринад. Ну, пришло время класть овощи. Овощи не солите. Я помыл руки. Смешиваю нашу смесь овощную. Боже мой, какой аромат! Вы себе представить не можете. Будем заканчивать наш кимчи. Берем капусточку. И каждый листочек наполняем нашим овощным составом. Корейцы этому процессу относятся очень серьезно. Потому что, когда мы с вами будем кушать наш кимчи, на срезе мы должны видеть вот этот вот узор овощной. Складываем в контейнер. Плотненько. Вот так вот. Подвернули. Обратите внимание, каким образом я уложил наше кимчи. Мы его подвернули, да? Помните. Хорошенечко утрамбуйте его. Так, чтобы выдавить в воздух. Следующий момент. Обязательно закройте пленочкой. Я закрыл пленочкой для того, чтобы создать благоприятную среду для молочно-кислых бактерий, которые начнут буквально через несколько часов активно действовать. Молочно-кислые бактерии потребляют сахар. Мы положили с вами столовую ложку сахара, плюс сахар, который присутствует в самих овощах. И благодаря жизнедеятельности бактерий начинается процесс ферментации. Закрыли. Вот так вот. Закрываете крышечкой и оставляете при комнатной температуре минимум на 36 часов. Максимум 2 дня. Я вам не рекомендую держать дольше. Потому что, если вы будете держать дольше, чем 2 дня, процесс ферментации будет очень активен, и вы перекислите свои овощи. Кстати, корейцы используют специальные глиняные горшки разных размеров. Называются онги. Они маленькие, трехлитровые и 50-литровые. Они делают на зиму засолку вот таких вот кимчи, прям по 100 головок капусты. И если у вас нет металлического контейнера, можете использовать обычный пластиковый контейнер. Главное, чтобы он закрывался крышечкой. Ну и не забудьте про пленочку. Нам необходимо создать благоприятную среду для нашей будущей ферментации. У меня прошло 43 часа. Наш кимчи готов. Каким образом я понял это? Во-первых, запах. Невероятный вкусный запах на всю квартиру. Второй момент. Смотрите-ка. Кстати, видите, я все всегда записываю. Когда начал? Даже время. Потому что кулинария это как в аптеке. Сделаешь все правильно, будет все вкусно. Будешь делать на глаз, получится так себе. Смотрите. Вот у нас идет активный процесс ферментации. Пленочка вздулась. Видите? Пузыречки. Вот это говорит о том, что у нас прекрасный процесс ферментации и очень активен. Что мы делаем дальше? Закрываете опять крышечкой, пленочкой и ставите в холодильник. В холодильнике ваш кимчи будет храниться в средний месяц. Зачем мы ставим в холодильник? Дело в том, что вот за эти два дня процесс ферментации очень хорошо прореагировал с нашими овощами. Получили отличный вкус. Но если вы оставите дольше, вы перекислите свой кимчи. Поэтому нужно поставить в холодильник. Так, чтобы процесс ферментации сразу активно пошел вниз. Тем не менее, он все равно будет продолжаться. Через неделю ваш кимчи уже будет отличаться от сегодняшнего. В любом случае. Он будет все время кислиться, кислиться и кислиться. Когда же кушать? Кушать, в принципе, может и прямо сейчас. Но опять же, по моему опыту и по вкусовым ощущениям, вот если вы поставите сейчас в холодильник, дадите хотя бы еще один день, то на следующий день ваш кимчи будет вообще просто невероятным. Когда вы будете хранить в холодильнике, не забывайте все время закрывать пленочкой. Я уже неоднократно говорил, что наш враг – это воздух. Именно воздух портит наши продукты. И если вы не прикройте пленочкой поверхность кимчи, то она будет обветриваться и, конечно же, будет меняться вкус в худшую сторону. Поэтому за этим делом нужно очень хорошо следить. Руки я помыл. Давайте посмотрим. Боже мой! Это просто бомбически. Вкус нереальный. Если вы любите ферментованные овощи, ну, нашу капусту квашеную, в конце концов, квашеные огурчики, то, конечно, это блюдо вам придется ко двору. Кстати, я вот сейчас один раз попробовал. Ложка опять туда. Ни в коем случае. Как только слюна туда попадет, уже там начнется другая жизнь. Вы занесете бактерии со своего рта, и ваш кимчи очень быстро пропадет. Всегда только чистыми ложками. Ну вот, ребята, посмотрите, какая красотища! Боже мой! Боже мой! Я обожаю азиатскую еду. Они такие молодцы. У них такие прекрасные рецепты и очень здоровые. Просто невероятно! Вы обязаны приготовить этот замечательный салатик. Ребята, как только вы поставите в настол, он будет улетать просто за секунды. Уже по традиции я хочу вам показать простую сервировку. Как бы вы могли бы подать вот это блюдо. Вот посмотрите сюда. Вот это у нас семечки кунжута. Я их поджарил для того, чтобы они дали максимальный вкус. Это наше луковое масло и чили масло. Я их смешал. Я добавлю сюда немножко соевого соуса. и у нас с вами получится прекрасный дрессинг. Это у нас чили перчик. Наливайте водичку, тоненько режете и даете ему постоять буквально 10-15 минут, и у нас с вами получается вот такой кудрявенький для украшения. Зеленый лучок, в принципе, то же самое. Тонко нарезаем, наливаем водичку, даем постоять 10-15 минут, и он, видите, как красиво выглядит. Я эти ингредиенты сейчас буду использовать для нашей сервировки. Надеюсь, что вам сегодня было интересно. Вы чему-то научились, узнали что-то новенькое. Поддерживайте наш канал, пишите комментарии, отвечу каждому, обещаю. Увидимся в следующий понедельник. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok